Итак, уважаемые коллеги, всем добрый день, рад всех приветствовать на сегодняшнем вебинаре. Как меня слышно, напишите, пожалуйста, в комментариях. Все, замечательно. Коллеги, всем еще раз добрый день. Меня зовут Артем Ахмиров, и я работаю в отделе продвижения туристского продукта Государственного комитета Республики Тарстан по туризму. Добро пожаловать на сегодняшний вебинар, посвященный Астрономической обсерватории имени Энгельгарта и планетарию имени Леонова. Что нас сегодня ждет? Юрий Неведев, директор Астрономической обсерватории имени Энгельгарта, и Светлана Пролова, руководитель дирекции музеев Казанского федерального университета, расскажут нам об истории создания обсерватории и планетария, презентуют экскурсионные программы, а также дополнительные возможности этого места. Это просто идеальное место для семейной поездки с детьми. Большинство туристов, путешествующих с детьми, отлично знают, как спланировать маршрут, чтобы удовольствие от поездки получила вся семья, включая детей. Казань очень гостеприимна к маленьким путешественникам, предлагает им массу развлечений познавательного и развлекательного характера. Недаром она является третьей столицей России и ежегодно притягивает миллионы туристов. Так, гостиничный развлекательный комплекс «Ревьера» предлагает удовольствие для всей семьи. Это крытый аквапарк с водными горками, волновым бассейном и разными банями. Здесь же можно покататься на современном колесе обозрения. Поездка на этом аттракционе непременно станет для ребенка удивительным приключением, ведь каждый из кабинок символизирует странность и национальный колорит. В музеях республики, например, в Казанском Кремле или Национальном музее, всегда проходят тематические экскурсии для детей, квесты, мастер-классы, творческие занятия, игры и другие развлечения на любой вкус и возраст. А узнать больше о местных традициях, интерактивно и весело, можно в национальном комплексе Туган-Абулын, в телевизованной татарской деревне прямо в самом центре города Казани. Здесь масса развлечений, мельница с тремя этажами, красивых национальных костюмов, в которые можно переодеваться и представлять себя ханом или татарской царицей Сюмбике, увлекательные мастер-классы по изготовлению украшений тюпитеек, кулинарные мастер-классы, шоу-программы, игры на свежем воздухе на просторной территории комплекса. Кстати, о прогулках. Излюбленным местом для туристов с детьми является Кремлевская набережная. Здесь зимой не только сказочно красиво, но и не скучно. На набережной располагается каток длиной более одного километра. Кафе и рестораны на любой вкус и кошелек, а также постоянно проходят праздники для детей и взрослых. Мы уверены, что каждый ребенок запомнит поездку в Казань и еще не раз захочет вернуться сюда вновь. Всю самую актуальную и интересную информацию о Татарстане, в том числе как можно отдыхать с семьей и детьми в нашей республике, можно посмотреть на нашем туристическом портале «Визит Татарстан» или в наших группах «Визит Татарстан» в телеграм и ВКонтакте. Мы рады приветствовать вас на нашем вебинаре. Передаю слово Никедеву Юрию Анатольевичу, директору астрономической обсерватории именно Василия Павловича Ингелька. Добрый день всех участникам сегодняшнего вебинара. Я еще являюсь профессором института физики Казанского федерального университета, доктором наук и, в общем-то, достаточно долго возглавляю астрономическую обсерваторию имени Василия Павловича Ингельгарта и перейду сразу на следующий слайд, а потом вернусь к начальному. Я хочу сказать, что весь комплекс астрономической обсерватории – это не только планетарий и музей. Вообще-то, доклад, если серьезно могу делать, он должен охватывать очень много различных направлений, которые наша обсерватория именно выполняет в рамках экскурсионной и туристической деятельности. Но, к сожалению, в настоящее время у нас тут определенная проблема возникла, то, что четыре различных, ну, как сказать, организации или системы проводят мероприятие, приблизительно аналогичного свойства на территории астрономической обсерватории. И, в общем-то, рассматривался уже вопрос, и, видимо, он дальше будет все-таки какое-то решение принято, сделать общую точку доступа, чтобы, в общем-то, люди не путались, куда им следует пойти, чтобы это все проходило через единую систему. Еще раз повторяю, этот вопрос уже рассматривался, но его нужно решать, потому что, в общем-то, происходит определенная путаница у тех, кто хочет посетить астрономическую обсерваторию. Куда они едут путать планетарий, саму астрономическую обсерваторию, наоборот, музей. В общем, такая вот проблема возникает. Ну, хорошо, я хочу вернуться к первому слайду и сказать, что планетарий КФУ имени дважды героя на Советского Союза, летчик-космонавта Алексея Архиповича Леонова. В 2016 году мне удалось с ним договориться, чтобы он приехал к нам сюда на молодежную конференцию в школу, выступил с большим докладом, ну и, разумеется, была с ним такая, ну, тоже, сперта о том, чтобы наш планетарий, который к тому времени уже был построен, так, а об этом я скажу позднее, назвать его именем, то есть летчика-космонавта Алексея Архиповича Леонова. Ну, и хочу обратить ваше внимание, что, разумеется, мы прекрасно с вами знаем, и в автономическом обстоятельстве все это подчеркиваем, что наша страна – это космическая держава, и огромное количество космонавтов у нас есть в нашей стране, но все-таки три космонавта, они положили начало космических исследований. Первый был Гагарин, второй – это была Терешкова, первый летчик, женщина-космонавт, и третий, который вышел в открытый космос, это был летчик-космонавт Леонов. Всеми тремя фамилиями названы в России три планетария. И Алексей Архипович согласился, и его слова я вам привожу. Он сказал, вы знаете, моим именем также назван аэропорт, и я считаю, он сказал, неплохой аэропорт, и я тоже считаю, что планетарий будет неплохим планетарием, планетарий Леонова. Вот такая была история, все документы были оформлены, и планетарий стал носить имя, имя дважды героя Советского Союза, летчик-космонавта Алексея Архиповича Леонова. Теперь я перехожу к следующему слайду. Здесь мы с вами видим открытие планетария, когда вот мы четыре человека, нажали кнопку, это было 23 июня 2013 года, и планетарий заработал. Заработал планетарий, тогда прошли как раз первые как бы показы фильмов. О самом планетарии, как он устроен, я расскажу в дальнейшем, почему так все это произошло. Но вот события эти были очень важные. Открывал планетарий президент Республики Татарстан, Кустам Нургальвеевич Мениханов, ну и мы там присутствовали, разумеется, тоже, в общем-то, открыли планетарий, и сейчас его современный вид вот в таком виде. Здесь мы с вами видим купол, вот я показываю. Затем расположены телескопы планетария, и соответствующим образом зал и другие коммуникации, которые находятся внутри планетария. Теперь перехожу к куполу, чтобы вы понимали, потому что вы специалисты все-таки по туризму, а не просто люди, которые, в общем-то, покупают билеты и посещают это заведение. Я хочу отметить то, что купол планетария, он вообще-то по российским стандартам необыкновенный. Все планетарии в России, они имеют горизонтальные купола. То есть эти купола, они как бы по горизонту уравнены. Этот же купол имеет на 10 градусов и по своему размеру 15 метров. Почему я об этом говорю? Я говорю об этом потому, что, допустим, в московский планетарий приходите, я там много раз был, у нас бесплатно, там наши коллеги обязательно принимают, там есть отдел научно-образовательный, который возглавляет хорошо мне знакомый академик Черепощук. Но я хочу сказать, как астроном, кстати, хочу сказать следующее, что там тоже горизонтальный купол, и при этом он 25 метров в диаметре. Так вот, почему наш 15 метров и наклонный купол? Во-первых, вот этот большой купол в московском планетарии, 25 метров, он как бы там не создает иллюзии присутствия. Вы теряетесь под этим куполом. Он слишком большой. Но зато много, конечно, людей туда может сразу сойти, в зал просмотра. Но тем не менее вот такая вещь происходит. Также вот наклон этот, 10 градусов, оказывается, воздействует еще больше на эффект присутствия. И вот эти 15 метров и наклон, они такое взаимодействие зрителям и фильмам полнокупольного оказывают, что вы прямо чувствуете, и что вы в этом как раз внутри летаете, колышетесь. В общем, у некоторых людей даже голова начинает кружиться от этого соприсутствия, то, что показано на вот этом полнокупольном фильме. Поэтому я хочу сказать следующее, что вот это первое отличие нашего планетария от других планетарий, которые находятся в Российской Федерации. На самом деле, хочу отметить, что, в общем-то, планетариев у нас в Российской Федерации не такое большое количество. Если говорить про мировую вот эту вот статистику, то в свое время, когда США очень сильно отставали в развитии космическом от Советского Союза, то было решено построить как можно больше планетарий. И там, в принципе, построено более тысячи планетариев, которые находятся в разных городах. Я в некоторых этих планетариях был, допустим, в Лос-Анджелесе, в обсерватории Гриффита. Но все равно, еще раз хочу отметить, что там оборудование не такое прогрессивное, которое установлено сейчас в нашем Казанском планетарии. Но об этом дальше. Хочу дальше отметить следующее. То, что вообще существуют такие планетарии, где купол также наклонен. Допустим, в Вене он стоит вот именно с наклоном, этот купол, но опять-таки такого эффекта присутствия там не производится. Таким образом, опять я хочу вам отметить, что наш планетарий в этом плане наиболее прогрессивный. Что следует сказать дальше? Ну вот здесь мы с вами видим проекцию на сферу планетария или полусферу планетария. Вот именно пять проекторов они создают такую картинку. Во-первых, звездного неба картинку создают. Вы можете оказаться в любой части мира, ну не мира, а Земли нашей, и посмотреть, какое в данное время небо там, в общем-то, присутствует. Плюс к этому, если, допустим, на улице плохая погода, планетарии, вы можете увидеть небо над вами, то есть обсерваторией имени Василия Павловича Мильгарта, как бы без облаков. Все это очень хорошо проецируется, потому что стоит, она по-разному называется, система проекции, мы еще там увидим снимок этого аппарата, Мегастар называется, Старбол называется, в общем, разные названия у этого аппарата есть, это очень сложный аппарат, но хочу отметить то, что там как раз присутствуют светодиоды, которые проецируют вот именно изображение звезд на купол, и получаются звезды очень хорошего качества. Ну, тут, конечно, вы не специалисты, хочу объяснить то, что когда вот был у нас планетарий в Казани, в свое время в Петропавловском соборе, то там была, в общем-то, проекция со слайдов, и, разумеется, звездное небо, оно не как реальное казалось, а достаточно в таком, вот знаете, ну, туманном свете. Здесь же вы можете с уверенностью говорить, что вы видели настоящее звездное небо, вот для этого эта система не служит. Также вот эти вот проекторы 5, они создают такую вот, как бы, картинку на всем куполе, о которой я уже вам говорил, что вы как будто бы прямо присутствуете в этом космическом полете. Ну, теперь мы возвращаемся к залу планетария, вот такой вот он сейчас, современный зал планетария. Так, что мы здесь можем с вами видеть? Во-первых, это космические весы, вот такие же весы установлены в Кремле, так я там расчет как раз для них делал. С помощью этих весов вы можете посмотреть, какой ваш вес на любой планете Солнечной системе, на звезде Сириус, так, на Солнце. Это очень интересная картина, всем очень нравится, потому что, допустим, если на Луне вы весите его на Земле, 52 килограмма на Земле будете 17 килограмм весить, то на Сириусе будете миллионы килограмм. Весит для людей это очень значимый такой фактор, посмотреть, где они как везут. Здесь мы на переднем плане видим маятник Фуко. Вообще-то была такая идея создать маятник Фуко в полноценном таком варианте. Маятник Фуко, я хочу напомнить, был в Исаковском соборе в Санкт-Петербурге, там где-то длина была вот самой вот этой нити или троса порядка 80 метров, но, к сожалению, там убрали маятник Фуко, я считаю, совершенно, ну, не подумав это сделать, надо было, конечно. Я всегда, когда был в Санкт-Петербурге, ходил всегда в Исаковский собор посмотреть именно вот на этот прибор, который там располагался. Ну, хочу отметить, что в планетарии также модель маятника Фуко присутствует, но она, эта модель, конечно, маленькая и не может дать того эффекта. Чем больше вот этот трос, скажем так, маятник, тем, в общем-то, эффект наблюдается вращение нашей Земли, а это именно для этого и служит маятник Фуко. Доказать, что наша Земля вращается вокруг оси, более значимо как бы демонстрируется. Также здесь представлены вот фотографии наших космонавтов, не всех, правда, но, в общем-то, стараемся здесь разместить как можно больше этих наших летчиков-испытателей в космосе. Присутствуют различные другие объекты на территории этого вестибюля. Ну, дальше, когда гости заходят и встречают, рассказывают некую такую вот историю про наших космонавтов, о достижении в космосе, опять-таки, рассказывают, сведения дают. И при этом, в общем-то, люди начинают своими руками и маятником Фуко пользоваться, другими различными атрибутами, которые здесь присутствуют, ну, и сами, опять-таки, космическими, о которых я уже говорил. То есть, вначале это такая ознакомительная экскурсия. И экскурсовод, в общем-то, где-то там 10-20 минут эту экскурсию проводит. Вот здесь мы с вами видим как раз, как ребята отмечают себя в журнале посетителей, пишут отзывы, как они хорошо провели время планетарии имени Алексея Архитовича Леонова. Здесь вот как раз мы видим, как проводится экскурсия, то есть девочки рассказывают некую историю про сам планетарий, затем рассказывают про космонавтов, ну, и дальше уже, в общем-то, направляют всех посетителей для того, чтобы они сами могли потрогать то, что в вестибюле находится. Это очень важно. Я хочу отметить то, что вот когда мы создавали, опять-таки, я все возвращаюсь к этому музею в Кремле, естественно, природа Тарстана, там как раз была цель направить все действие на то, чтобы люди сами могли покрутить, понажимать, посмотреть, интерактивность определенная. Здесь каким образом тоже это все представлено, потому что когда я вот в свое время писал концепцию планетария, то это все упоминал. Правда, до конца еще это не осуществлено, оборудование вот этими всеми интерактивными средствами и атрибутами, но тем не менее, я думаю, что к этому в конце концов мы придем, учитывая то, что, опять-таки, я хочу вернуться к той теме, что нужно обсерваторию рассматривать в комплексе. Рядом построен павильон размером 1600 квадратных метров, и в этом как раз павильоне должно присутствовать большое количество вот этих интерактивных различных устройств. Там присутствовать должна была бы присутствовать еще полусфера, на которой проецируется то, что происходит на планетах. В общем, там много задумок. Сейчас уже происходят конференции в этом павильоне, который находится рядом с планетарием. Там проходят различные мероприятия. Вот недавно состоялось, допустим, мероприятие, было 120 школьников, и викторина, мои студенты, кстати, проводили, у астрономии была осуществлена. Очень было интересно, я сам поприсутствовал, я удивился, если честно говорить, тому, как маленькие дети знают, в общем-то, и космонавтов, и космическое пространство. Не успевали задать вопрос, вся аудитория, то есть 120 школьников, кричали ответы уже на поставленные при осуществлении данного мероприятия эти вопросы. Но я хочу сказать следующее, что также там проводятся конференции, еще раз повторяю, и, в общем-то, очень даже успешно все это дело используется. Огромный такой зал, сами представляете себе. Также всем словом говорю, извините. При этом я хочу отметить, что там построена и гостиница, она, правда, еще пока вводится в эксплуатацию, но, тем не менее, где-то порядка 57 человек могут находиться на территории астрономической обсерватории, при этом, в общем-то, участвовать и в мероприятиях, которые будут проходить вот в этом как раз комплексе 40 на 40 метров. То есть вот этот уже объект, в котором будут находиться и проекторы, и залы, он, скажем, будет неким конкурентом нашего планетария. А в комплексе, опять-таки, это будет очень значимое место для проведения различных туристических и экскурсионных мероприятий. Хорошо, пойдем дальше. Ну, здесь, опять-таки, мы видим посетителей. Это одна и та же группа была. Вот они рассматривают ракеты, представленные в зале планетария. Ну, тут всякие китайские поделки присутствуют, которые показывают физические опыты. Тоже, кстати, для многих это достаточно интересно посмотреть. Здесь, как бы, модель поверхности Луны представлена, луноход некий. Ну, конечно, луноход имел совершенно другую конфигурацию, но, тем не менее, вот такой тут приборчик стоит, который можно покатать и посмотреть, какая же поверхность нашего естественного спутника. Метеорит представлен, который не просто где-то находится в заперти, а лежит на определенном кристалле. Этот метеорит можно погладить, пощупать, то есть каждый может ощутить, что же такое за небесные камни падают на нашу грешную землю. Вот это как раз Мегастар здесь показан. Это очень дорогой прибор и, соответственно, он пока у нас, слава богу, работает в полную силу и он именно создает вот такую вот иллюзию звездного неба на куполе планетария. Ну, будем говорить на полусфере, потому что именно это и есть полусфера, только наклоненная под 15 градусов. Когда вопрос этот рассматривался, было много дискуссий. В общем-то, профессиональные астрономы говорили, что купол надо все-таки горизонтально сделать, иначе мы наблюдаем не то небо, которое представлено над нами, но, тем не менее, все-таки было принято решение наклонить его на 10 градусов, что очень сильно повысило вот именно эффект присутствия при демонстрации различных кинофильмов. Вот таким вот образом все планетарии у нас усаживаются, и хочу сказать следующее, что помещается 83 человека. Можете сказать, что достаточно мало 83 человека, можете сказать, что достаточно много, но это оптимальное число для данного купола, потому что именно 15 метров, как я сказал, играет решающую роль. Если больше сделать, то уже мы не увидели того эффекта, который вот здесь присутствует. То есть вот, допустим, показывают Вселенную Эйнштейна, показывают неким образом пространство, искривленное во времени, и вы как бы в этом пространстве начинаете летать. То есть, вы знаете, я сам, когда там планетария, вот такие фильмы там иногда приходится тоже, конечно, присутствовать, смотреть, но погружаюсь в эту картинку. Казалось бы, сам фильм, он плоский, а не стереофильм, но, тем не менее, вот этот объем начинает сразу же проявляться. То есть, человеческий мозг, он как бы к этому сразу приспосабливается. При этом, если сферу начать крутить, там иногда такой эффект показывают экскурсоводы, что звездное небо начинается вокруг вас двигаться, то вам кажется, что это не небесная сфера вокруг вас двигается, а это вы крутитесь на своем стуле, и ваша голова начинает кружиться от этого. Вот такие вот человеческие качества, что мы это все воспринимаем таким вот образом. Ну, тут опять одна из сцен, которые показаны в планетаре, к сожалению, вот там единственный минус, то, что многие вот такие вот аппараты космические или другие какие-то приборы, они все-таки прямолинейные должна вот эта вот ось быть, а она на самом деле, видите, в сферическом как бы формате проецируется. Но это не мешает людям наслаждаться теми фильмами, которые там присутствуют. Сейчас там более 25 фильмов, по-моему, у них присутствует уже для показа. Разумеется, обычный день планетария, он где-то в 11 часов начинается для маленьких детей, презентация и фильмы для совсем маленьких детей, а потом уже по возрасту все для старшей, старшей и старшей. Ну, разумеется, маленькие дети могут приезжать и на вечерние сеансы, там тоже интересно, но уже не будет такого, в общем-то, подхода, именно, что это приехали совсем маленькие посетители нашей обсерватории. Здесь мы видим некие вот такие вот плакаты, которые присутствуют планетарии, экскурсоводы тоже, в общем-то, могут рассказывать, что на них изображено, отвечать на некие вопросы, так, и вот такая вот лекция, тут в головке он изображен, проводится перед началом сеанса, то есть он рассказывает, что на небесной сфере можно наблюдать, восход и заход Луны и Солнца объясняет, потом все это показывается на куполе, он рассказывает, какие планеты сейчас видны у нас на реальном небе, и эти планеты также демонстрируются на куполе планетария, ну и отвечает, если есть какие-то вопросы у кого-то на те автономические явления, которые интересуют наших гостей. Ну, опять-таки, здесь вот видите, в поисках края Солнечной системы некое такое общество присутствует, которое говорит, что мы в общем-то здесь будем этим заниматься, потому что очень много социальных различных систем, сетей, но автономическая обсерватория к ним имеет действие поскольку-поскольку. Также очень важным моментом является то, что устраиваются ночные показы. Ночные показы устраиваются не только планетарии, это ночные показы устраивает и музей, присутствующий на территории астрономической обсерватории. Сама астрономическая обсерватория ночные показы производит. Также ночные показы организуют и другие структуры Института физики Казанского федерального университета. Но вот ночные показы, они вызывают особую любовь тех, кто приезжает в нашу обсерваторию. Потому что, вы знаете, были такие эпизоды. Мы обычно устраиваем День космонавтики 19 апреля. Приезжает очень много народу. Помню, это где-то был, по-моему, 16 или 17 год. Мы там аж три дня делали бесплатных вот этих ночных показов. Абсолютно было ясное небо в апреле. и, в общем-то, приехало порядка более десяти женщин с грудными детьми. И этим детям тоже в окуляр показывали то, что там Сатурн виден, например, или какая-то туманность наблюдается. Я спросил, зачем вы грудным детям показываете, что нас окружает во Вселенной? Был ответ такой. Не хотим, чтобы наши дети росли в общем-то в таком вот забвении о том, какая Вселенная. И поэтому я до сих пор оперирую тем, что как раз мне эти молодые мамы сказали. И прекрасно их понимаю, что одно дело посмотреть на мониторе дома, что нас окружает, а другое дело своим глазом увидеть именно те объекты, которые в общем-то расположены уже во Вселенной. Это разные совершенно вещи. Человека всегда тянуло в космос, учитывая то, что мы все с вами созданы из вещества, которое образовалось при взрыве сверхновой звезды, так, и соответственно вообще-то человек он создан из этого звездного вещества. Все мы с вами маленькие звездочки. Но что я хочу сказать следующее, что показ не только на осуществлять в астрономической обсерватории на таких площадках, где выносные телескопы присутствуют. Также показ осуществляется и на больших телескопах визуальных, которые у нас присутствуют. Светлана Анатольевна может быть что-то скажет и по этому поводу. Но тем не менее я хочу отметить то, что у нас есть самый большой визуальный телескоп в России, таких телескопов 26, рефрактор, но я думаю, что Светлана Анатольевна тоже о нем в следующем докладе упомяли. Ну, здесь вот мы с вами видим звезды неба, которые можно посмотреть, телескоп очень хорошо смотреть на Луну, это прекрасное зрелище, можно увидеть там много различных кратеров, морей, но это отдельная лекция, которую я тоже как и читаю, так можно об этом говорить бесконечно. Тем не менее, мы с вами можем увидеть очень в хорошем разрешении нашей естественной культуры. Ну, вот здесь Алексей Архипович Леонов, как раз когда он был в Казани в 16-м году и, в общем-то, согласился, чтобы планетарий назывался именем Алексея Архиповича Леонова. Ну, мы ждем вас в планетарии Казанского Федерального Университета и, разумеется, я жду ваши вопросы. Юрий Анатольевич, спасибо большое за прекрасную презентацию. Уважаемые коллеги, ждем сейчас ваших вопросов. Пока хочу задать вопрос. Юрий Анатольевич, в самом начале вы упоминали о некой езинной системе, которую планируете внедрить. Можете, пожалуйста, рассказать о ней подробно? Я хочу сказать следующее, что, понимаете, вот еще раз возвращаясь к этой проблеме, ну, когда 4 сайта, которые говорят приблизительно об одном и том же, об астрономических объектах, об астрономической обсерватории, то человек начинает теряться. Я считаю, что должен быть один сайт Казанского федерального университета, где именно все эти направления приводятся, единая касса финансовая, через которую проводятся все платежи, потому что начинается опять здесь человек теряться, где ему платить, за что, и что он за это получит. Ну и, разумеется, единый контроль всего этого, что происходит у нас экономической обсерватории. То есть, программы тоже ведь, даже если мы говорим о космосе, неким образом должны вентилироваться специалистами, то есть, мы должны проверять, правильно ли там говорится о космонавтике, о нашей, например, о том, что нас окружает. То есть, должна быть единая система, вот в этом она и должна заключаться. Спасибо большое, очень интересно. Также у нас есть два вопроса в чате. Первый вопрос, есть ли расписание групп? Я хочу сказать следующее, что расписание групп, оно как бы делается в онлайн режиме. Надо для планетария конкретно или для другого другого направления, допустим, для музея зайти на соответствующий сайт, в данном случае на сайт планетария. Там присутствует описание всех программ, которые в планетарии происходят. И вы можете или по телефону, или онлайн подать заявку и соответствующим образом, если там место остается, то спокойно участвует в данном мероприятии. Для больших групп, разумеется, существует очень большая скидка при приезде в астрономическую обсерваторию, если организуется, допустим, туристическим агентом. Это все соответствующим образом, там для них бронируется специальный сеанс, если народу еще, повторяю, достаточное количество. Спасибо большое. Также вот еще есть вопрос, принимает ли планетарий индивидуальных туристов? По какому графику и как индивидуальным туристам попасть на экскурсию и сеанс планетарий? Ну и еще раз повторяю, во-первых, через сайт, во-вторых, по телефону можно позвонить, который на сайте планетария Казанского федерального университета также приводится, или можно приехать просто самостоятельно. Ну, допустим, в будние дни всегда там планетарий присутствует место. Хочу отметить, что вторник выходной день, остальные все дни рабочие. И если вы в будний день приедете, вы в планетарий 100% попадете, то есть один часок он начинает работать, пятьсот планетарий дня. Так, кроме вторника, еще раз повторяю, вторник планетарий вообще не работает. Но при этом вы можете на месте прямо купить билет в планетарий и там с детьми или самостоятельно посидеть на сеансе. Спасибо большое. Юрий Анатольевич, еще раз благодарю вас за прекрасное выступление. Сейчас хочу передать слово Фролову и Светлане Анатольевне, руководителю дирекции музея в Казанском федеральном университете. Дорогие друзья, коллеги, меня слышно? Будьте добры, включите мою презентацию. Юрий Анатольевич уже в своем выступлении обозначил целый ряд проблем, которые имеются, но это внутренние проблемы, которые подразделения Казанского университета, надеюсь, решат и продолжают решать, чтобы посетителям астрономической обсерватории было комфортно и эта площадка для проведения умного и интересного досуга была доступна не только для жителей республики, но и жителей других регионов. Следующий слайд, пожалуйста. Следующий слайд, пожалуйста, переверните. В Казанском университете находится 12 музеев. Это музеи различной направленности. Исторические музеи, этнографические, естественно-научные музеи, технические музеи. Палитра музеев Казанского университета представлена вашему вниманию. Для того, чтобы к нам попасть, нужно заранее записаться. Это связано с тем, что в музеях проходят занятия. Порой занятия идут на протяжении всего дня. Но посетить музей все-таки представляется возможным. Как индивидуальным посетителям, так и в составе организованной группы. Для желающих в музеях университета проводятся экскурсии и по выходным, и по праздничным дням. Это ответ на пожелания со стороны туристических фирм. Ведь музеи, университеты работают с понедельника по субботу включительно. Это график работы университета, это график обучения наших студентов, потому что музеи используются как учебные площадки. То есть там, где проводятся в том числе конференции, где нужные мастер-классы, читаются открытые публичные лекции. В Казанском университете есть такие известные музеи, как музей истории. Он является в настоящий момент самым известным и самым посещаемым музеем Казанского университета. Геологический музей, который Юрий Анатольевич уже несколько раз упоминал в связи с созданием музея естественной истории. Значительная часть экспонатов музея естественной истории Кремля. Это те предметы, которые предоставил геологический музей Казанского университета. Он самый большой и содержит коллекцию около полумиллиона экспонатов. Есть молодые музеи, такие как музей Николая Ивановича Лобачевского. Это место, где он жил, где создал свои труды, и этот музей стал номинантом премии «Лучший европейский музей года» в 2020 году. Большой популярностью пользуются геологические музеи университета с ботаническим отделом. Сегодня мы с вами говорим о музее в астрономической обсерватории имени Василия Павловича Ингельгарта. Официально в структуре университета этот музей появился согласно приказу ректора 24 декабря 2021 года. До этого времени на территории обсерватории проводились экскурсии и была создана выставочная площадка или как ее называют музеи в главном здании астрономической обсерватории который вы видите на этом слайде. Итак астрономическая обсерватория имени Василия Павловича Ингельгарта это одна из старейших и известнейших обсерваторий России и мира. В настоящее время вместе с астрономической обсерваторией находящейся в городе Казани обе обсерватории включены в предварительный список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО и данная работа проводится при активном участии Юрия Анатольевича Нефедева который является автором текстов номинаций подготовленных для включения обсерватории в список объектов ЮНЕСКО Астрономическая обсерватория Ингельгарта была основана астрономом ректором университета Дмитрием Ивановичем Дубяга на те средства которые завещал Василий Павлович Ингельгард и собственно оснащена оборудованием которое тоже передал Ингельгард причиной создания этой обсерватории за городом или как тогда ее называли лесной обсерваторией было неудобство наблюдения в центре города потому что уже в конце 19 века была сильная засветка обсерваторию заложили в 1899 году и в 1901 были построены административное здание вы его видите на фотографии слева обсерватория с павильоном рефрактора и павильоном меридианного круга архитектором этих зданий являются Малиновские именно в этом здании установлен 12-дюймовый рефрактор экваториал подаренный Энгельгардом он был построен английским мастером грубом в 1875 году меридианный круг Энгельгардовской обсерватории был изготовлен в 1845 году в Гамбурге известным конструктором астрономических инструментов репсольдом при меридиальном круге имелись две мира удаленные от центра штутного горизонта на 130 метров карты и павильон мира является не только уникальным архитектурным сооружением это астрономический пункт и усыпальница она была построена в 1904 году в виде часовни в византийском стиле по проекту архитектора Карла Мювке и в основании мира находится склеп в котором погребен Дубяга Дмитрий Иванович и в 2004 году были привезены из Дрездена и перезахоронены остатки Василия Павловича Энгельгарда торжественное открытие обсерватории состоялось в 1901 году и уже через два года в 1903 обсерватории было дано название Энгельгардовское в 1908 выстроены второй деревянный жилой дом каменная башня с вращающимся куполом для гелиометра в настоящее время он является единственным в мире действующим телескопом гелиометром сделанным мастерской репсольда на протяжении последующего времени на территории обсерватории появились другие постройки в 1937 году было построено здание библиотеки именно в ней находятся хранятся в настоящее время уникальные книжные собрания Василия Павловича Энгельгарда Дубяга здесь находятся собрания Грачева и других астрономов в годы Великой Отечественной войны астрономические наблюдения в обсерватории продолжались так же как в Ташкентской и Свердловской обсерватории и здесь были получены сотни фотопластинок звездных полей комет малых планет в 1946 году был установлен еще один телескоп всего в настоящее время на территории астрономической обсерватории находятся восемь различных телескопов и например мировое значение получили работы Александра Дубяга по теории движения планет на основе наблюдаемого на небе распределения звезд началось изучение структуры нашей галактики в 1957 году в Казани и в астрономической обсерватории Энгельгарта были организованы станции по наблюдению искусственных спутников Земли с 1986 Казанский университет принимал участие в советской программе по изучению кометы Галлея Загородная астрономическая обсерватория участвовала и в международном проекте ФОБОС по координатному обеспечению полетов космических аппаратов спутником Марса то и собственно в 1989 году эта астрономическая обсерватория заняла 20 место в мире по активности наблюдения комет то что я говорю это предмет особого рассказа который может быть озвучен посетителем астрономической обсерватории во время лекции и специальных тематических занятий о чем Юрий Анатольевич вам рассказал и прекрасно это продемонстрировал рассказывая историю астрономии ну и достижений например на гелиометрии получены были самые длинные ряды наблюдений Луны в мире проведены уникальные наблюдения Луны со звездами получены каталоги лунных кратеров и в знак признательности вклада ученых Казанского университета в изучение Луны более 10 кратеров на Луне но более 10 кратеров на Луне присвоены имена ученых Казанского университета ну и то чем гордится конечно астрономическая обсерватория это наследие регулярные наблюдения стеклянная библиотека богатое книжное рукописное собрание а также собрание приборов музей астрономической обсерватории проводят экскурсии экскурсии могут проводиться как для малой группы до 10 человек так и для группы до 45 человек экскурсии могут проводиться с 9 до 18 часов а также и после 6 часов вечера для наблюдения за наблюдения за звездным небом и мы специально предоставили такую возможность для того чтобы посетители не откладывали имели возможность приехать в обсерваторию и например со своей семьей в малой группе может быть это будет какое-то семейное событие они могли бы вечером понаблюдать в телескопе звездное небо музей проводит целый ряд мероприятий это научно-популярные лекции музейные занятия для проведения научно-популярных лекций приглашаются сотрудники института физики сотрудники астрономической обсерватории как правило это не только магистры и аспиранты но это и ведущие ученые такие как например Юрий Анатольевич Нефедев музей астрономической обсерватории может организовать проведение квестов то есть не только обзорная экскурсия по территории о которой я уже рассказала эта обзорная экскурсия длится в течение часа посещение музея но и проведение некого мероприятия тематические музыкальные вечера конференции деловые встречи праздники дни рождения и так далее собственно вы видите здесь контакты как заказать экскурсию вы видите что музей астрономической обсерватории представлен на кассиржу можно через кассиржу забронировать посещение музеев университета и музея астрономической обсерватории и оплатить а также мы доступны для оплаты по пушкинской карте ну и собственно на этом слайде замечательный памятник который встречает посетителей астрономической обсерватории два основателя это Василий Павлович Энгельгард и Дмитрий Иванович Дубяга вы можете писать на электронную почту заранее договариваясь о приезде ваших посетителей и обговаривая особенности программы которую бы вы хотели видеть в обсерватории Казанского университета да действительно здесь имеется целый ряд вопросов потому что для посещения планетария нужно договариваться отдельно это вызывает некое неудобство но мы работаем над тем чтобы наши посетители для посещения автономической обсерватории и для решения целого ряда вопросов имели бы так сказать одно окно входа чтобы не приходилось звонить нескольким подразделениям университета и договариваться о посещении автономической обсерватории большое спасибо вам за внимание я готова ответить на интересующие вас вопросы спасибо большое за очень интересную познавательную презентацию коллеги ждем ваши вопросы в чате пока Светлана Анатольевна хотел бы вам задать вопрос все-таки сколько времени потребуется туристу на ваш взгляд чтобы полностью ознакомиться с комплексом обсерватории но все зависит от погоды потому что если погода хорошая то в спокойном режиме достаточно будет часа час двадцать если вы хотите посетить планетарий тогда здесь нужно закладывать еще около часа где-то два с половиной часа нужно закладывать спасибо большое расскажите пожалуйста как можно добраться до обсерватории до астрономической обсерватории можно добраться либо электричкой либо рейсовым автобусом либо на автомобиле либо заказывать посещение через туристические фирмы некоторые из них организуют такие сборные экскурсии когда есть заявки и можно на автобусе от туристической компании приехать в обсерваторию если вы не хотите поехать на электричке потому что от электрички нужно еще дополнительно дальше добираться до обсерватории спасибо большое на данный момент вопросов в чате нет еще раз вас всех благодарю за внимание спасибо большое за презентацию также приглашаю на наш следующий вебинар который состоится 23 ноября он будет посвящен санаториям республики Тарстан всех еще раз благодарю за внимание спасибо за просмотр огромнейшей удачи до свидания до свидания хорошего дня всего доброго до свидания до свидания до свидания Продолжение следует...